В России растет число клиник, в которых за деньги предлагают повысить уровень главного мужского гормона. В каких случаях это действительно необходимо и сколько мужчине нужно тестостерона для счастливой личной жизни и прогресса в спорте? Об этом поговорим с Романом Рожевановым, доктором медицинских наук, врачом-андрологом, главным научным сотрудником и профессором кафедры эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Здравствуйте, Роман Викторович. Здравствуйте. Для начала объясните, какой уровень тестостерона у мужчин считается нормой? Уровень выше 12 наномоль на литр. Если мы говорим не о мальчике, не о подростке, а о взрослом мужчине, это 12 наномоль на литр и выше. Некоторые ваши коллеги утверждают, что если уровень тестостерона понизился ниже 20 наномоль, то уже нужно предпринимать меры. Разводят на деньги? Видите ли, я бы таким коллегам задал очень простой вопрос. А скажем, почему не 22, не 24, не 19 или не 18? То есть откуда, на чем зиждется вот эта вот мысль о том, что именно 20? Вот когда я назвал цифру 12 наномоль на литр и выше, то это не просто мое частное мнение. Это результат работы достаточно большого количества эндокринологических и андрологических ассоциаций. То есть так же считает и Европейская ассоциация урологов, так считает наш российский Минздрав, так считает американское общество эндокринологов, общество старения мужчин. И эта величина, она основана на проведении крупных рандомизированных исследований. А вот мнение 20, 21 и так далее, это все-таки, мне кажется, частное мнение отдельных специалистов. Но насколько соответствует действительности утверждение, что мужчины с высоким уровнем тестостерона обречены на успех в бизнесе, в спорте и в личной жизни? Высокий уровень тестостерона, давайте так, я бы сказал, что тут нормальный уровень тестостерона нужен для того, чтобы у человека организм функционировал хорошо. Если у мужчины высокий уровень тестостерона, то это не всегда норма. Может быть, высокий уровень тестостерона как проявление патологии. Есть даже такой диагноз, гиперандрогения называется. И когда речь идет о заболевании, то заболевание вряд ли будет способствовать хорошему качеству жизни и достижению успеха. Поэтому достижение успеха все-таки способствует нормальное состояние организма и в том числе нормальная выработка тестостерона. А уровень тестостерона, необходимый при счастливой сексуальной полной жизни и для прогресса в спорте, сильно разнится? Тут надо разделить эти моменты. Потому что если мы говорим про нормальную половую жизнь, то, в общем, опять же, уровень тестостерона 12 наномой на литр считается вполне достаточным для этого. Другое дело, что когда мы говорим, в принципе, про те или иные медицинские проблемы, имеет значение не только сам к себе уровень тестостерона, а еще имеет значение, какие регуляторные гормоны генадотропины, которые регулируют, соответственно, обмен тестостероном, какой уровень так называемого грубулина, связывающий половые гормоны, которые частично на себя забирают тестостерон и так далее. То есть, скажем так, здесь все-таки несколько более сложно все, чем то, что определение только самого по себе уровня тестостерона. Что касается спорта, это отдельная ситуация. Дело в том, что когда мы говорим про тестостерон и спорт, то речь прежде всего идет про анаболическое действие тестостерона, потому что тестостерон является основным естественным анаболиком мужского организма. И здесь, с одной стороны, чем больше анаболического гормона, тем как бы будет лучше условно для мышц, будет более хороший рост этих мышц, будет больше сил и вымозглости. С этой точки зрения, да, то есть чем больше анаболика, тем больше будет анаболических эффектов. Но не надо забывать о рисках, потому что помимо анаболического действия тестостерона существует еще и андрогенное действие тестостерона. Не зря появились препараты именно анаболического действия, которые лишены этого андрогенного действия, или это андрогенное действие снижено. Но другое дело, все равно использовать эти препараты именно для атлетической стимуляции не рекомендуется, потому что они несут определенные риски. Да, с одной стороны, мы можем увеличить, конечно, силу мужчине, но с другой стороны, мы можем создать дополнительные проблемы в его организме, с которыми надо еще дополнительно будет разбираться. О конкретных показателях все-таки можем говорить, при которых спортивные результаты достижения гарантированно растут. Гарантировать мы ничего не можем здесь в принципе, потому что помимо, как я говорил, самого по себе уровня тестостерона имеет значение состояние стероидных рецепторов. Поэтому у мужчин, например, может быть относительно высокий уровень тестостерона, у него низкая чувствительность рецепторного аппарата, и, соответственно, мы не получим того анаболического эффекта, которого мы хотим. Но если мы примем, так сказать, за константу андрогенный рецептор, да, ну, допустим, он будет в среднестатистической чувствительности, то чем выше будет уровень тестостерона, тем выше будет анаболический эффект, но тем самым мы повышаем другие риски. Гормональная терапия, конечно, не проходит, как я понимаю, бесследно. Какие могут быть последствия, побочные эффекты, и какова вероятность их наступления? Когда мы вводим тестостерон или другие анаболические препараты извне, наш гипофиз начинает это воспринимать как ситуацию, когда в организме стероидов слишком много, и прекращает свою работу. Вследствие этого происходит угнетение, соответственно, функций собственных яичек, вплоть до угнетения сперматогенеза с возможным развитием бесплодия. Это если говорить о прямом действии анаболических препаратов, либо, соответственно, андрогенов на организм. Значит, если мы говорим о гормональной терапии, которая назначена по показаниям, то есть действительно у пациента низкий уровень тестостерона, у него сексуальная дисфункция, у него проблемы с мышцами, с костями и так далее, с метаболизмом, возможно, мы назначаем препараты тестостерона с медицинской целью, мы избегаем супрафизиологических концентраций, то есть мы подбираем физиологический уровень тестостерона, то тогда есть ряд побочных эффектов, непосредственно уже связанных с самим по себе лекарственным препаратом. Этих побочных эффектов не так много, но если взять примерно усредненную статистику, где-то примерно 3%. Пациентов имеют те или иные побочные эффекты. А в каких случаях по медицинским показаниям мужчине нужно поднять уровень тестостерона? И по каким симптомам можно у себя заподозрить, что что-то не так? И в каком случае нужно уже бежать к врачу? Основной клинический яркий симптом дефицита тестостерона – это снижение полового влечения. Но даже этот симптом не является универсальным, потому что половое влечение может быть низким, например, из-за того, что на человека какие-то стрессогенные факторы воздействуют, будет при этом нормальный уровень тестостерона, но низкое половое влечение. Например, низкое половое влечение может быть еще и при дефиците гормонов щитовидной железы, например, при избытке гормона пролактина. То есть вот такого четкого симптома дефицита тестостерона, который однозначно выговорил, что проблема именно с этим гормоном, нет. Наиболее типичный, да, снижение полового лечения, да, ослабление рептильной функции. Бывают нетипичные симптомы – слабость, утомляемость, приливы, потливость, опять же, снижение так называемой переносимости спортивных нагрузок, уменьшение выносливости. Но все эти симптомы, они не являются прямыми, то есть это не знак равенства дефицита тестостерона. Эти симптомы, они должны побуждать мужчину обратиться к врачу, и уже задача врача – проверить у мужчины гормональный статус, определить, действительно ли его жалобы связаны именно с дефицитом тестостерона. А может быть у него гипотериоз, у него дефицит гормонов щитовидной железы. Тут возможны варианты. Для этого нужна диагностика, и вот в частности мы в нашем центре проводим такую диагностику, разбираемся с такими случаями и дифференцируем, где случаи дефицита тестостерона, а где случаи других гормональных проблем, либо вообще не гормональных. Я правильно понимаю, что даже в случае необходимости, даже в таком случае, никуда от побочных эффектов не деться? Побочные эффекты – это нечто вероятностное. То есть, когда мы назначаем ту или иную терапию, побочные эффекты не являются обязательными. Это не значит, что у каждого пациента они будут развиваться. Есть пациенты, которые много лет получают гормональную терапию препаратами тестостерона, и при этом не имеют побочных эффектов. Но риски появления этих побочных эффектов есть. И вот для того, чтобы минимизировать эти риски, помимо обследования, про которого я сейчас говорил, это обследования, связанные с эффективностью, то есть, как лучше назначить тестостерон, какой уровень и так далее, и так далее, мы проводим еще обследования, связанные с безопасностью. Можно ли данному пациенту назначать препарат тестостерона? Какая именно форма тестостерона для данного конкретного пациента будет менее рискованная? За какими показателями у данного конкретного пациента мы должны следить более пристально? Ну вот простой пример. Например, у молодых пациентов, которые используют препараты тестостерона с медицинской целью, у них нет риска проблемы, побочных эффектов со стороны предстательной железы. А в пожилом возрасте такие риски появляются. Соответственно, у нас и медицинские подходы в зависимости от категории пациента будут отличаться. А можем говорить, что чем выше искусственно поднимается тестостерон, тем выше риски для здоровья? Можно говорить так, потому что мы, в принципе, исходно уже в вопросе говорим о некой нефизиологической ситуации. То есть, чем ситуация, созданная в организме мужчины, будет в большей степени отличаться от природной физиологической ситуации, тем больше, соответственно, и будет рисков потенциальных проблем, связанных с препаратом. Ну и в качестве итога, что посоветуете телезрителям, чтобы естественный уровень тестостерона у мужчин как можно дольше оставался высоким? Существуют враги естественной выработки тестостерона. Я сейчас не говорю про медикаменты, я сейчас говорю исключительно про факторы образа жизни. Вот что способствует нарушениям выработки тестостерона? Это хроническое воздействие стресса, нарушение сна, потому что тестостерон связан, в частности, с циркадными ритмами организма. Значит, что еще? Ожирение. Ожирение является одним из наиболее таких существенных врагов выработки тестостерона, потому что в жировой ткани меняется метаболизм андрогенов, это нарушает механизм отрицательной обратной связи, взаимодействие геичин с гипофизом, ну и, соответственно, усугубляет дефицит тестостерона, либо, в принципе, к нему приводит. Значит, опять же, к этой же, так сказать, сфере идет гиподинамия, как один из факторов риска, с одной стороны, это повышающее ожирение, с другой стороны, это застой крови в органах малого таза, соответственно, ишемизация половых органов. Ну и важным моментом еще из негативных это является табакокурение, потому что никотин, он, так сказать, сужает сосуды, ну и, в частности, он, опять же, способствует ишемизации половых органов. Вот это основные враги тестостерона. То есть, от обратного, если у мужчины этих врагов естественной выработки тестостерона в жизни нет или очень мало, то, соответственно, вероятность у него сохранить свою физиологическую выработку по сравнению с мужчинами, у которых есть вот эти все вредные и негативные факторы, соответственно, больше. Спасибо. С нами на связи был Роман Рожеванов, врач-андролог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник и профессор кафедры эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Субтитры создавал DimaTorzok